Так, сегодня тоже вот садик один, такой интересный, черешни. В этом году побились они морозом, 24-й год, но на прошлогодней древесине снова закладываются кольчатки. Вот они хорошие, длинные. Как можно обрезать эту черешню? Вот они, длинные такие палки, то есть применяем прием клик. Мы можем укоротить наполовину весной, ну, можно было бы сделать в летний период, приостановить ее в росте, а чтобы вот в этой зонах покрылась вот такими вот букетными веточками. Вот они, шикарные букетные веточки. Дальше, чтобы она у нас не росла и не увеличилась в объеме, мы просто ее кликуем. Подрезаем однолетний побег, вот, и все, он опять сюда будет подрастать, мы его будем кликовать, а урожай будем собирать здесь. Вот она опять шикарно покрыта все у нас плодовой древесиной, и имеется однолетний побег. Весной, это ближе к апрелю уже, подрезаем на 3, там, ну, 5-7 сантиметров, вот, она опять отрастет этой же длины, а урожай у нас будет вот здесь. Вот, это вот такой вот прием. Есть еще черешня, которая ветвится. Вот они, побеги, которые дают сильное разветвление в большом количестве. Ну, можно вот сделать переводик, чтобы она сильно вверх не росла. А в следующем году вот на этих ветках начнут закладываться букетные веточки. Вот они вот, вот эти вот букетные ветки. Вот, но уже на этой более мелкой древесине. А потом ее можно тоже кликовать, и вот с этой зоны, с большего количества веточек, немножко собирать урожай. То есть, есть KHB-технологии, которые вертикальные палки, а есть типа испанского куста, которые, вот, они ветвятся в разные стороны, и мы же будем работать с этими веточками, которые нам дают урожай. То есть, это вот два разновидности. Два разновидности полоношения черешни.